Всем привет! Сегодня у нас на завтрак случилась вот такая вот дынка. И я сам сначала не поверил, но это смесь дыни и лиметта. И мы решили ее попробовать, в том числе здесь имеется у нас кокосовый орех из Таиланда в биокачестве. Тоже будем его пробовать. Но да, это все экзотика, можно себе один раз позволить. В том числе эта дыня была в предложении. Она была 4 евро, а стала 2,59. Плюс мне ее на кассе пробили неправильно, несмотря на то, что я говорил, сколько она на самом деле стоит. И сейчас будем пробовать. Собственно по аромату, аромат стандартный. Немножко пахнет как дынка, знаете, со своих частных каких-то дач. И когда она еще не совсем дозрела что ли. Вот, но как с экзотикой в России обстоит, Камила? Ты вот только что из России. Есть там что-то? В крупных супермаркетах, да. Камила подхватила небольшую инфекцию в России. Поэтому голос соответствующий. Но я думаю будет понятно. Да, но как я и говорила, в крупных супермаркетах есть. Окей. Даже в нашем маленьком городе, но цены, естественно, с ценами высокими нужно считаться. А сколько это примерно? Конкретные примеры, ты помнишь? Например, драконий фрукт, вот этот розовый, да? Называется вроде бы. Как? Драконий фрукт. А, дракон, да, да. 250 где-то так. 250 рублей? Угу, штучка. Так подожди, это дешевле, чем у нас? Да, это столько же сколько у нас? У нас только 4 евро где-то. Потом эти были тоже, тамарин всякий. Такой тоже можно идти в крупных городах. По Ковкин тоже где-то 300-250. Угу. А эти всякие, не знаю, ананасы, это подоступнее? Да. Сколько стоит ананас? Угу, точно не помню, но за штук, наверное, 100. Где-то так. Окей. Бывает дешевле по акции. Угу, то есть цены примерно, как у нас, моментами дешевле, моментами дороже. Ну, бывает, вот, например, Магнит, маленький супермаркет. Да. Привозят тоже какие-то, вот такой, она, кокос, да, был, прям такой же. Его можно и выпить, и съесть. Окей. Но он 250 тоже, по-моему, стоил. И был авокадо такой крупный, большой, круглый. Да. Он стоил 400 за килограмм. Руклей. Ой. Ну, блин, короче, это, типа, коктейль, коктейль дыни. Я не знаю, потому что, ну, реально, ну, что можно ожидать? От элемента, получается, может, тоже ты попробуй, сказать свое мнение. Потому что элемента, смесь и дыни, то есть элемента, лайм, да, получается? Лайм, он кисленький. Ну, чего еще ожидать, да. Но, я тут гляжу, мошки уже унюхали, поэтому сахар тут имеется. Конечно, завтра кайтура. Ой, блин, когда подходишь к корочке... Угу. Жестко. Кисло. Совсем становится кисло, блин. Я не знаю, может, лайм используется для готовки коктейлей всяких, в том числе на тофу поливается иногда, да, такие вещи, как вот на рыбу, в том числе мы вчера закупались, где там женщина купила корм для рыбы и одновременно рыбные палочки. То есть, серьезно, это следующий уровень игнорантности. Ты, у тебя питомцы, рыбки, ты их любишь, заботишься о них, тратишь свое время, кормишь их и ешь рыбу. Типа, другую, конечно, не то, что у тебя в пруде водится. Вот, но, окей, это все по экзотике. Как часто мы такое кушаем? Окей, бананы это тоже экзотика, я бы сказал. Но бананы мы вот гораздо чаще кушаем. Но вот здесь куча яблок и мошек опять. Блин, мошки это, конечно, просто что-то с чем-то. Но, да, в основном, получается, мы кушаем то, что здесь производится. Это яблоки, слива, груши, такие вещи. И бананы, конечно. А вот эту экзотику, да, мы пробуем иногда. Арбузы иногда пробуем. Опять-таки, арбузы не часто покупаем. Из-за того, что там мало калорий. И, да, ты покушаешь целиком арбуз. И потом тебе больше ничего не вылезает. И нужно в туалет ходить. И ты... Постоянно. Постоянно, да. Мало энергии. И, короче, это не совсем практично. Если вчетвером, то, да, мы любим арбуз такой покушать. В качестве десерта, в том числе, можно себе позволить. Но... В России проще достать хороший арбуз. Проще арбуз. В плане, что, ну да, можно его выращивать. Сколько стоит килограмм? 12 рублей. 12 рублей? Вот это... Это дешево. Ну, потому что привозят с ближайших стран. Там растет он как раз. В Узбекистанске, наверное. Да. Вот эти дыни, там, торпеды, или как они называются. Да, дыни, арбузы, и там очень дешево. У нас такое не распространено, но... Это торпеда большая. Самая сладкая 30 рублей за килограмм. 35. Арбуз 10-12. Окей. Ну, это... Торпеды у нас тоже продаются, но в основном в турецких магазинах. И сложно все-таки выбрать. И тоже минус бывает, что на рынке, когда, например, в России, можно сказать, вот беру эту, но открой, покажи мне, что это все нормально, да. У нас в магазине большой риск того, что ты закупишься, арбуз, например, купишь. Откроешь его дом, он белый там окажется. Ну и что, обратно ехать к магазину или что-то такое? Ну, нет. И, соответственно, все это потом остается, выкидывается. Но вот арбуз, окей, распространен в России, а что насчет других там, яблок и так далее? Где лучше, твой совет, где лучше всего это все покупать? Фрукты, в принципе. Люди пишут, дорого-дорого. Где самые дешевые, самые качественные фрукты? Ну, бывают в супермаркетах тоже хорошие. Да, нужно смотреть, то есть, да? Мы тоже, елки-палки, мы в супермаркете смотрим, смотрим, ага, какие где там бумажки присылают или что, какие где предложения, смотрим, куда лучше поехать, где сэкономить можно и так далее. Нужно смотреть, да, периодически. А что еще? Ну, например, на рынках. У нас вот тоже в городе рынок есть крупный. Там очень хорошие фрукты. Ну, то есть, там они недорогие и хорошие, ну, и по виду, там, не знаю уж, как их, чем обрабатывают, не обрабатывают. Там, насколько я знаю, их тоже привозят откуда-то из ближайших стран, скорее всего. И там вот можно найти тоже фрукты хорошие, даже по сезону часто бывают, то есть, и дыни. Кукурузу я там последний раз купил, свежую, молодую. Ну, то есть, по сезону часто появляется разная. А, есть овощебазы? Ну, базы нет. Но в многих крупных городах есть. Типа в Москве, в Питере есть. То есть, там можно подешевле, кстати, еще дешевле. Да, насколько я знаю. Но там нужно на машине проезжать, получается. Тоже. Если, допустим, метро, в метро ездить тоже на машине, куча всего опыта можно набирать и так далее. И будет скидочка солидная. Но, да, то есть, все это возможно, на самом деле, как я понимаю? Или... Да. Каким зарплатом нужно обладать, чтобы периодически, как и мы себе позволяем, покупать вот эти фрукты в России? То есть, 30 тысяч рублей, это пойдет? Даже меньше. Даже меньше можно? Спокойно можно, да. А все остальное... На что еще жить? То есть, если ты получаешь свои 25-30 тысяч рублей, то есть, основу, чем питаются вягины? Там, наверное, рамбутанами и всякие... Остальной экзотикой или... Крупы. Да. И фрукты, например, бананы, яблоки. Да. Чем-нибудь такое. То есть, у всякого питания есть основы, и выберите свои основы, которые вам больше всего нравятся и составляют такой баланс между доступностью и тем, что это вам фактически нравится. И, да, в итоге себе можно все это позволить в любой стране. И если ты не можешь себе этого позволить, то вряд ли ты можешь себе, в принципе, позволить питаться нормально трех разов в день. Серьезно. То есть, тут нет никаких оправданий. Если тебя, конечно, зарплата, но вообще какая-то жесть, то единственное, что я могу со своей колокольни посоветовать, это искать другую работу, повышать свою квалификацию, смотреть, где что можно еще подработать и так далее. То есть, в Германии тоже. У меня основная работа, скажем, основной, пока по количеству денег и источник дохода это один, но это абсолютно недостаточно. Я делаю еще много параллельных вещей, бизнес и так далее. Не от хорошей жизни, скажем так. Поэтому не думайте, что я советую здесь «О, в богатой Германии чувак посоветовал работать на дополнительной работе». Я делаю абсолютно то же самое. Только речь здесь, конечно же, идет о совсем других суммах, совсем другие числа здесь происходят и совсем другой уровень жизни. Но это было все на сегодня. Если тебе помогло видео, то дай мне знать в комментариях, чем ты обычно закупаешься на сколько и, да, зарплату, если ты можешь поделиться, если не проблематично это, то можешь, конечно, будет еще интереснее все эти пропорции узнать. Огромное спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok